Каковы итоги футбольного сезона 2021 года? Он проходил с апреля по конец октября. В нем участвовали более двух тысяч футболистов всех возрастов, от самых юных до ветеранов. Общее количество команд, приезжавших на состязание, 116. Они участвовали в 17 турнирах, разбитых на несколько дивизионов. Наиболее массовыми были игры, в которых соревновались команды из восьми игроков. Самым значимым был чемпионат среди команд первого дивизиона. В нем участвовало 14 коллективов из Щелково и из соседних муниципалитетов. Из Пушкина, Фрязина, Ивантеевки, Лосида-Петровского. Чемпионами второй год подряд стала команда «Заря» из Загорянки. Второе место с отрывом в одну очко занял «Рековери». Третье место досталось команде «Спартак», которая после некоторого забвения вновь вернулась на пьедестал. И теперь наши ведущие команды после снятия ограничений сразу же начнут борьбу за медали в чемпионате Московской области. Если в 2020 году чемпионат проходил в усеченном формате, то в этом в полном. Это привело к тому, что на игровое поле вышли новые интересные команды. Получилось у нас примерно 5-6 очень боевых команд, способных бороться за медали. Все это привело к определенной интриге, борьбе, которая шла практически до последнего тура. И «Заря» у нас стала чемпионом, но при этом «Рековери», которые заняли второе место дважды, сумели обыграть в этом сезоне «Зарю» и выиграли кубок. Мы рассказывали в нашем репортаже о ключевом матче чемпионата, где футболисты из «Рековери» обыграли «Спартаковцев» со счетом 8-2. И очень ждали, что «Заря» в следующих матчах потеряет очки, но лидер чемпионата такого подарка не сделал. «Заря» дожала всех остальных своих соперников и заняла первое место. В футбольном сезоне этого года состоялось и первенство среди команд, в которых играют ветераны. Совершенно потрясающими по техничности были игры, в которых выступали футболисты, имеющие славные имена и заслужившие почет и уважение своими многими и многими спортивными свершениями. Это состоявшийся перед днем Защитника Отечества турнир ветеранов 60+. А в категории 50+, победителем стала команда «Малахит». Эти турниры стали проходить в Щелкове после того, как футболисты-ветераны, игравшие многие годы в турнире 40+, вышли за его возрастную черту. Причем чемпионаты в категории 40+, в Щелкове проводятся с давних времен. В следующем году будет 20-летний юбилей. В этом году чемпионом стала команда, вот два года, как стала претендовать, и стала чемпионом и зимней, и летним, это команда МКМ «Рековери». Борьба была очень интересная. До последнего тура лидировали обе команды, и Гребнева, то есть пару вставляла. Также третье место заняла команда ЦПК. В нынешнем футбольном сезоне проходили соревнования и среди юношеских команд в шести возрастных категориях. Помимо традиционных ежегодных победителей турнира «Мальчишек» из детско-юношеской спортшколы, среди лучших называют юных футболистов из Фрянова. В каждой возрастной группе есть команда «Факел» Фрянова, где они выделяются с каждым годом. Вот в этом году они в шестом-седьмом году себя хорошо проявили, в восьмом-девятом году себя хорошо проявили. Вот, наверное, команда «Открытие» для меня – это команда «Факел», которая каждый год участвует, каждый год участвует и старается выставлять команду свою на каждую возрастную группу, и проявляет себя там тренера молодой Плетюхин Паша и Шаренков Владимиров. У футбольного сезона 2021 года есть настоящие герои, чьи фамилии теперь известны всем любителям футбола. Это лучший игрок в категории 8 на 8 Артем Орлов, лучший вратарь Равиль Бедреддинов, лучший защитник Руслан Кузнецов, лучший полузащитник Антон Горячев, лучший нападающий и бомбардир Андрей Рузавин. Каждый новый сезон в «Щелковском футболе» – шаг вперед к новым амбициозным целям. Когда смотришь сетевые ресурсы Федерации футбола «Щелково», то замечаешь, как много зарегистрировано на них и команды футболистов со всей Московской области. Лозунг, наш слоган – «Щелково футбольное сердце Подмосковья». И вот, в принципе, придерживаемся этого, сердце продолжает биться, несмотря на все сложности и с погодой, и с вирусом связанные. Все у нас, в принципе, идет успешно. Футбол развивается. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Игорь Поляков, «Щелковское телевидение».